Здравствуйте! Выбирая сорта огурцов для посадки, многие сталкивались с тем, что на пакете написано пчелопыляемый, а на других пакетах написано портенкорпический. В чем главный отличие пчелопыляемого огурца от портенкорпического. Огурец растение двудобное, на одном растении есть и мужские и женские цветки. Плоды завязываются только на женских цветках, а мужские цветки нужны для того, чтобы на них образовалась пыльца и они опылили женский цветок, тогда только получится плод. Это так называемые пчелопыляемые огурцы, традиционные огурцы, которые мы привыкли всегда видеть и сажать. Но сейчас селекционеры и ученые добились таких огурцов, что на них практически отсутствуют мужские цветки, а мужские цветки это вот тот пустоцвет, на которых не завязываются плоды, которые опадают. И вот эти вот огурцы, которые не нуждаются в опылении, вот эти сорта, они называются портенкорпическими. Это не самоопыляемые огурцы, потому что опыление им не нужно вообще, хотя в народе их называют самоопыляемые. Когда вы видите на пакетике термин портенкорпический, помните, что этот огурец завяжет плод вне зависимости от того, что есть на растении мужские цветки и попал ли пыльца на женские цветки. Для чего это нужно знать? Если вы сажаете огурец в открытом грунте, там в принципе большой разницы нет, какой вы посадите, пчелопыляемый или портенкорпический, потому что там всегда найдутся насекомые, которые принесут пыльцу и ветер. Но если вы сажаете огурец в теплице, там пчелопыляемые огурцы завяжут минимальный урожай. И поэтому в таких закрытых теплицах или когда вы сажаете под пленку, нужно обязательно сажать именно портенкорпический огурец, который завязывает плод без опыления. И плюс ко всему еще современные портенкорпические сорта, очень урожайные, научились выращивать такие сорта, когда на одной плодоножке несколько огурцов. Вот что такое портенкорпия огурца.